Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 5 по 11 февраля 2024 года. Посмотрим, что вас ожидает, чему стоит подготовиться, ну и в принципе, какие энергии будут преобладать на этой неделе. Основные энергии, предостережения, а также рекомендации от карт. Что у вас здесь? Давайте смотреть. Итак, рыцарь мечей, десятка чаш и восьмерка жезлов. Во-первых, здесь может быть напряженность в плане общения с близкими или родственниками, как по причине вашего отъезда или приезда. Или если приезжают близкие к вам, то это у вас будет ситуация хаоса, как подстроиться, как все обосновать, как все сделать так, чтобы все прошло максимально благоприятно. Но еще это ситуация, когда вы своим близким на родину можете что-то отправлять, пересылать какие-то посылки, ценные вещи. Но как следствие, рыцарь мечей это решать, ну назову не то, чтобы административные вопросы, но что-то решать со службами доставки, с таможней, чтобы вы то, что отправляете, пришло максимально быстро, ну и конечно же в хорошем состоянии, в хорошем виде. Опять же, это заявить своим близким о каком-то решении, что в какой-то степени может ими быть воспринято в штыки. Но тем не менее, вы в этой ситуации будете непреклонны и как следствие идти своим путем, своей дорогой. У кого-то, кстати, может быть поездка на родину по этим картам. Смотрим, о чем здесь идет речь с точки зрения личной жизни. Для тех, кто у нас свободен по пятерке мечей, ситуация неизменна. Но неизменна она в каком ключе? Потому что маг это попытки манипулировать и вас продавить, а каким именно образом, это та ситуация, когда близкие пытаются вас кому-то сосватать, с кем-то познакомить и навязать вам объект внимания, на что, конечно, вы не поддадитесь. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, четверка мечей может говорить о ситуации конфликта, как следствие разрыва отношений, в особенности, если вы не свободны, то есть вы женаты или замужем, или не свободен ваш партнер или партнерша, потому что здесь идет акцент на сохранении чьей-либо семьи. Если вы в стабильных союзах, двойка монет – это такая позиция, хоть разорвись. Это жизнь на два двора, на две семьи, но имеется в виду не с позиции адюльтера, а по этим картам, допустим, разрываться между обязательствами вашей семьи, допустим, ваших родителей, ваших близких, ваших родственников, которым тоже нужна ваша помощь, ваша поддержка. То есть, знаете, опять необъятное балансировать. У кого-то это может быть ситуация, если у вас какой-то новый брак, то это балансирует между новой семьей и обязательствами перед семьей прежней. Смотрим, о чем говорит данная отряда карт с точки зрения работы. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Карта смерть. Это ситуация, которая, по сути, вас утомляет, вам хочется трансформации, хочется перемен, но вы здесь можете не получить одобрения со стороны ваших близких или родственников. Но, тем не менее, карта император – это ваша непреклонность. Поэтому восьмерка жезлов – это может быть ситуация, когда вы ищете работу дистанционно, через интернет, а кто-то даже может переезжать ради вопросов трудоустройства. Соискатели по пажу чаш. Это благодаря общению с вашими близкими, с вашим окружением получить желаемое, то есть обрести работу, потому что из-за их содействия или благодаря их содействию вы получите то, к чему стремились. Для наемных сотрудников. Это может быть ситуация конфликта в коллективе из-за какой-то дизайнформации, каких-либо сплетен, но, тем не менее, ситуация прояснится, все урегулируется, как следствие, будет все идти в благоприятном ключе. Еще, помимо всего прочего, это могут быть какие-то внеплановые командировки, какие-то съезды, семинары, вебинары, вопросы обучения, где вы совместите приятность с полезным. И будет обмен опытом, но и, как следствие, у кого-то еще, помимо всего прочего, отдых. Для тех же, кто владеет собственным делом, у вас ложится колесо фортуны. Шикарный аркан, аркан прибыли, новых возможностей, расширения, открытия новых филиалов, или, если ситуация имела место быть, и у вас были иски, где вы требовали какой-либо материальной компенсации, то придет благоприятное известие о том, что по букве закона вы получите то, скажем так, что вам положено. Или, если вам были должны партнеры, или, может быть, клиенты, ваши заказчики, то это как раз получение этих сумм. По состоянию здоровья туз мечей. Туз мечей, как правило, это острая ситуация, наболевшая ситуация. Это могут быть плановые оперативные вмешательства, которые назначены на этот период. За счет чего? За счет обострения или ухудшения ситуации. К примеру, врачи говорили о том, что да, есть риск осложнений, геморита и так далее. Вы запустили эту ситуацию, она уже на повестке дня. Как следствие, нужно решать этот вопрос оперативным вмешательством, дабы убрать все эти воспалительные реакции, почистить. Или, к примеру, если вам говорили, что фурункул мажьте мазями и все пройдет, вы понимаете, что ситуация усугубляется, то здесь, как сказать, иссякать, убирать, дабы устранить воспалительную реакцию. Это может касаться чего угодно. То есть, это могут быть и вопросы стоматологии, у кого-то просто где-то может быть какая-то ранка. Или, если вы понимаете, что родинка разрастается, вы постоянно там задеваете, травмируете. То есть, убрать, отсечь, иссечь. То есть, убрать то, что вам дослаждает. Смотрим на предостережение. Рыцарь Жезлов, суд. И у нас здесь... Сейчас, секундочку. Ложится аркан, восьперка чаш. Карты, которые указывают на ситуацию сложного взаимодействия с близкими. У кого-то это может быть сложный период. Это, знаете, как уезжать с родины с тяжелым сердцем, но по вынужденным обстоятельствам. Если это приезд на родину, то, знаете, такая двоякая ситуация. Потому что вы рассчитывали на одно, по факту приезжаете, и это вызывает у вас какие-то болезненные эмоции, болезненное восприятие. Поездка прошла не так, как вы хотели. Что же может быть? Ну и в целом сложная ситуация в плане общения, взаимодействия с близкими. Потому что здесь может быть такой момент, как нашла коса на камень, идет непонимание в плане общения. И смотрим с вами рекомендацию от карт. Здесь сложится аркан звезда. Звезда — это исполнение целей, надежд, исполнение мечты. Это быть объектом внимания. Это быть у всех на устах. Потому что звезда — это также у нас карта медийного пространства. То есть, не знаю, печататься или стать известным блогером, или вести с кем-то коллаборации. Или наоборот, замелькать на просторах интернета, заявить о себе. То есть, в особенности, если вы стремились к тому, чтобы открывать какое-то свое дело, то эта неделя для вас будет подготовительным этапом. А уже, так сказать, с 11 февраля смело можете действовать и достигать своей мечты, своей цели. Благоприятный период для чисток, для детоксикации, для восстановления ваших ресурсов и сил вашего организма. Поэтому, если намеревались это делать, делайте. Все пройдет очень легко. Посмотрим с вами неожиданность периода. Что же здесь? Звезды, якорь и карта коса. Тут не зря мельница, тут собирать урожай. Поэтому благостные перемены в плане работы. Тем более, видите, звезда, якорь, достичь, как новой вершины в плане карьеры или развития. Или, если это свой бизнес, это как заявить о себе. Это может быть реклама, это может быть сарафаная радио, это может быть пиар, благодаря вашим заказчикам. Потому что здесь собирать хорошее урожай. Здесь быть довольным и самим собой, своим трудолюбием и тех целей, которые вы достигаете. Поэтому для вас это продуктивное, плодотворное время. Пусть так и будет. Так с вами и закроем. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту для вас отозвалась эта информация и как она у вас отыгралась. Буду вам признательна за обратную связь. Благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.